Здравствуйте! В данном ролике я хочу рассказать вам проведение штатного расписания в программе «Одинная зарплата» и управление персоналом. Акцент будет сделан на использовании механизмов штатного расписания как инструмента планирования персонала и фонда оплаты труда. Работая с программой, вы наверняка обратили внимание, что для позиции штатного расписания есть поле «Фонд оплаты труда». В кадровых документах тоже есть поле «Фонд оплаты труда». При приеме на работу, при кадровом перемещении заполняется поле «Фонд оплаты труда» в ряде случаев. Плановый фонд оплаты труда используется в некоторых случаях предприятием, когда необходимо рассчитать сумму начисления сотрудника в некотором месяце, если бы он отработал месяц полностью, без отклонений. В таких случаях в программе имеется возможность планировать фонд оплаты труда сотрудника на основании его плановых начислений непосредственно в кадровых документах. То есть при оформлении приема на работу рассчитывается плановый фонд оплаты труда. Чтобы значение начисления попало в данное поле, необходимо, чтобы в настройках данного начисления был отмечен флажок «Включать фонд оплаты труда». Это можно посмотреть из раздела «Настройка», «Начисления», открыть нужное интересующее вас начисление и в карточке начисления посмотреть, отмечен ли данный флаг. Тут стоит галка «Включать фонд оплаты труда». То есть плановые начисления назначаются в кадровых документах для сотрудников, и плановые начисления также отражаются для элементов позиций штатного расписания. Данный принцип работает также, то есть у начисления должен быть отмечен флажок, что он должен включаться в фонд оплаты труда. Со справочником «Штатное расписание» можно работать в двух режимах – без сохранения истории изменения штатного расписания и с сохранением истории изменения. Если вы уже ведете учет штатного расписания и у вас нет истории сохранения штатного расписания, вы можете включить данную настройку. В этом случае на дату утверждения позиций сформируется документ «Утверждение штатного расписания». Включить данную настройку нужно в разделе «Настройка», «Кадровый учет», «Группа настроек штатного расписания» и «Отметить флаг» ведется «История изменения штатного расписания». Документ автоматически сформировался, дата у него равняется дате утверждения позиций, которые включены в данный документ. И хотелось бы отметить, что если использовать механизмы штатного расписания для планирования бюджета фонда оплаты труда, лучше использовать настройку «Ведение истории изменения», тогда в этом случае вам будет доступен отчет изменения штатного расписания, который доступен только если у вас ведется история изменения позиций штатного расписания. В данном отчете за выбранный период времени можно посмотреть данные по ставкам и по фонду оплаты труда на начало периода, на конец периода, и те изменения, которые произошли за выбранный период времени. Но вернемся обратно к справочнику «Штатное расписание». Хотелось бы отметить, что настроив данный справочник, пользователь получает массу полезных функций. Во-первых, это наглядность, потому что в справочнике достаточно удобное представление орг структуры предприятия. Есть и возможность представления списка в виде иерархии, в виде одноуровневого списка. Можно вывести позиции в табличный документ, сохранить его в Excel, например. В справочнике, кроме того, есть и возможность вывести актуальную информацию по позициям. Можно вывести информацию по количеству занятых и свободных ставок. Если этой информации по умолчанию в списке справочника нет, то вы можете воспользоваться кнопкой «Еще», изменить форму, группа «Количество ставок» и отметить флажки напротив полей «Занято» и «Свободно». В этом случае эта информация появится в списке, и она будет доступна, когда вы будете выбирать позицию в кадровых документах. Вернемся к отчетам по штатному расписанию. В системе представлено достаточное количество отчетов. Это и анализ штатного расписания, заполненность, изменения. Кроме того, можно вывести универсированную форму Т3. Например, отчет «Анализ штатного расписания» показывает количество занятых и свободных ставок, а также плановый и фактический фод. Здесь хотелось бы остановиться на графах «Плановый» и «Фактический фод». Плановый фод заполняется на основании информации, которую мы заполнили в справочнике штатного расписания. А «Фактический фод» заполняется на основании плановых начислений, которые мы отражаем в кадровых документах по сотрудникам. Поэтому это не совсем фактический, это плановый кадровый фод. И данный отчет можно доработать при желании, добавить графу «Фактический фод», который будет как раз выводиться на основании информации начисления заработной платы. И у нас получится более-менее складная картина, «План фактного анализа фонда оплаты труда в системе». Спасибо за внимание!